На фоне политических дрязг нардепы умудрились вляпаться в еще один скандал. В Раде решили переселить журналистов на третий этаж и тем самым убрать камеры и диктофоны подальше от избранников. Кому выгодно удалить прессу из кулуаров, единственного места, где репортеры могут свободно пообщаться с депутатами, расскажет Екатерина Лысенко. Все началось с этого фото, на котором две журналистки показывают неприличный жест. Вместо аккредитации их лишили за несоблюдение этических норм, но, как выяснилось, на снимке не совсем представители СМИ. В прошлом это помощницы нардепов. После скандальной истории в аппарате Верховной Рады решили пересмотреть список тех, кто вхож в парламент. Но только чисткой журналистов в аппарате Рады не ограничились. Предложили и вовсе закрыть кулуары для представителей СМИ. Мы отримали лист от пресс-службы аппарата Верховной Рады. Там идем в пространство рабочей группы, которая рассматривает целый ряд вопросов. Первый, второй, третий, пятый. И одним из вопросов шла мова пространство на третьем коверсе пресс-центру. По сути, сейчас единственное место, где журналисты могут получить комментарии народных депутатов, это кулуары, второй этаж. Здесь нардепы заходят в сессионные залы, перед входом их можно расспросить о законопроектах. На третий этаж, где предлагают создать пресс-центры и куда хотят переместить журналистов, депутаты попросту не ходят. Мы будем иметь ограничение доступа, когда просто пост удостанет и ему будет надано вказку не пускать журналистов на другой поверх, сюда, где мы сейчас находимся и где находятся народные депутаты. Журналисты, которые сейчас работают в парламенте, они будут абсолютно изолированы от коммуникации с народными депутатами. В таких условиях на третьем этаже и в изоляции от нардепов журналистам уже приходилось работать. Случалось это несколько раз в 2014-м, когда в зале были закрыты заседания из-за аннексии Крыма и событий на Донбассе. Тогда представители СМИ часами ждали, чтобы к ним пришли депутаты и хоть что-нибудь рассказали. Возможности узнать деталей не было. Сейчас же предлагают подобные условия, сетуют журналисты, работающие в парламенте. Это будут такие тепличные условия для журналистов, которые будут сидеть, развалившись на кресле, до нас будут подводить депутаты, которые готовы что-то сказать. Нам они не интересны, но нам просто будут подводить. Я думаю, что если это все сделают, журналисты будут на улице караулить перед Верховной Радой депутатами. Нам будет сложнее и довернее собирать информацию. И все-таки это очень неприятно, когда тебя в чем-то обмеживают. Но я не вижу этого смысла. Они все равно будут обязаны с нами встречаться, потому что они зацикавлены, чтобы мы выяснили их деятельность. Впрочем, как оказалось, и самим нардепам не нравится идея с ограничениями. Журналисты имеют право, и это их работа, донести до общества свою позицию депутатов. И для этого нужно быть условиями. А обмежение – это шлях никуда. Мы за полную прозорость. Ходите, где хотите. Вы нам не заважаете. Те, кому заважают журналисты, очевидно, им есть что ховать. В итоге в регламентном комитете все-таки признали – идея переселить представителей СМИ на этаж выше – неудачная. И решили всерьез задуматься о правилах аккредитации. Я считаю, что это не лучший способ регулирования ситуации. Краще было бы иначе. Краще было бы налагодление вопроса аккредитации. И краще было бы, если бы тут работали парламентские корреспонденты, общались с депутатским корпусом одними. А журналисты тем временем для пущей надежности тоже написали коллективное письмо на имя спикера с просьбой не впадать в крайности и не делать антидемократических шагов. Остановление зарегистрировано.